Это итоговый выпуск нашей программы в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! В этом выпуске расскажем, чем нам запомнилась прошедшая неделя. А началась она с новостей туризма. Жители Алтайского края не торопятся отказываться от своих путевок на курорты Краснодарского края, вопреки статистике по стране. Об этом нам сообщили в Алтайской региональной ассоциации туризма. Напомним, в СМИ появилась информация от директора ассоциации туроператоров России о том, что россияне аннулировали уже более 30% бронирований на июль и более 70% на август. Во многом это связано с тем, что на прошлой неделе открылась Турция. Во многом и потому, что власти Краснодарского края накануне сделали заявление. С 1 июля постояльцев будут принимать только с отрицательным ПЦР-тестом, либо с сертификатом о вакцинации. А уже с 1 августа двери отелей и пансионатов и вовсе будут открыты только для тех, кто привился. Исключением станут туристы с противопоказанием к вакцинации. Однако в турагентствах еще питают надежды об отмене такого решения. Руководитель Ростуризма Дагузова сейчас обратилась к правительству Краснодарского края с тем, чтобы разрешили с 1 августа принимать туристов и на основании ПЦР-анализа, и на основании прививочного сертификата. Однако алтайских туристов и сейчас особо ничего не смущает, так как еще в прошлом году в отелях и пансионатах Краснодарского края уже требовали ПЦР-тест. Здесь ничего нового. Помимо курортов Краснодарского края, сейчас у наших туристов огромной популярностью пользуется отдых в Турции. Причем настолько, что турецкие отели уже сообщили о росте цен с середины июля. У нас уже есть обратная связь туристов из Турции. Очень чисто, все дезинфицируют. Море теплое, солнце яркое, безопасная система питания. Поэтому, в принципе, туристы все довольны. И что касается ПЦР-тестов, очень многие туристы отмечают, что не рады, что введены ПЦР-тесты. Потому что, когда они садятся в самолет и знают, что вокруг все пассажиры с отрицательными тестами, это придает большее чувство безопасности. Кстати, как нам сообщили в Алтайской региональной ассоциации туризма, среди алтайских туристов уже очень много тех, кто прошел вакцинацию. Примерно 30%. Можно спрогнозировать, что долгожданный отпуск станет хорошей мотивацией и для других жителей региона. Кстати, на этой неделе от коронавируса привился губернатор Алтайского края. Вы уже проголели, антитела у вас уже ушли, поэтому вам можно сделать. Как сообщили в пресс-службе, на следующий день после прививки Виктору Томенко пришлось работать с температурой 38 градусов. Сейчас состояние губернатора в норме. Напомним, Виктор Томенко переболел новой инфекцией осенью прошлого года. Тогда губернатора пришлось госпитализировать в больницу, так как у него развилась двусторонняя пневмония. Сейчас вакцина от коронавируса доступна любому. Ее слезно просили, она пришла и спасает жизни. Но до сих пор в крае хотя бы первую дозу получило не больше 16% населения. Причины эксперты считают антивакцинаторов и тех, кто скептически относится именно к прививке от коронавируса. Поэтому на неделе молодежный парламент края собрал в концертном зале классического вуза врачей и чиновников, которые должны были развеять мифы о вакцинации. Подробнее расскажет Андрей Дрейр. Больше антипрививочников, меньше антипрививочников. Этот комментарий соцсетей коротко описывает суть вакцинации, ведь непривитые люди – суть пища для вируса. Чем меньше людей с иммунитетом, тем больше еды для вируса и тем активнее его эволюция. Это подтверждает новый всплеск заражений. Начинают болеть молодые, что для нас очень прискорбно. Беременные женщины, дети. И если в предыдущие две волны мы видели небольшое количество тяжелых пациентов в этой категории, то сейчас ситуация начинает меняться. Теперь не работает аргумент «моя прививка, мое здоровье». Иммунитет одного становится частью коллективного иммунитета. И прослойка вакцинированных создает защитный барьер для тех немногих, кто по медицинским показаниям не может обзавестись спутником. Выходит, если здоровый человек принимает решение не прививаться, он берет на себя ответственность не только за свое здоровье, но и за здоровье маленьких детей, беременных женщин, аллергиков. Здесь вопрос, может, сомнения в качестве прививки обоснованы? Не обоснованы, говорят эксперты. Обещает, конечно, то, что очень быстро, да, вот как-то быстро, неожиданно. Но мы говорим о том, что технология, на которой основано внедрение всех вариантов вакцин, которые сейчас официально разрешены, она разрабатывалась годами. Вакцина «Спутник Ви» – это вектор, то есть аденовирус, лишенный способности размножаться. В его состав встраивают так называемый С-белок от коронавируса. То есть человек от прививки не заболевает самим коронавирусом. Но как только вектор проникает в клетку вакцинированного, начинает вырабатываться иммунитет. То, что «Спутник» безопасен и, главное, эффективен, доказаны. Результаты исследований на почти 20 тысячах добровольцах, опубликованы в международной, рецензируемой научной прессе. Этим странам нет нужды скрывать статистику. Они купили вакцину и хотят проверить, что купленный товар действует согласно заявленным на упаковке характеристикам. Показателен Минздрав Аргентины. Согласно их данным, хотя бы одна доза вакцины «Спутник Ви» снижает смертность от коронавируса на 70-80%, а две дозы на 90%. Выбирать вам. По данным вирусологов, коронавирус никуда не отступил, и он голоден. Андрей Дреер, Александр Антропов. День с толком. Чем мощнее становится прививочная кампания, тем больше раскол происходит в обществе среди людей, которые приняли решение поставить прививку от коронавируса, и тех, кто категорически против. Почему все внезапно стали инфекционистами, иммунологами и прочими экспертами? Почему фейкам в соцсетях люди порой доверяют чаще, чем авторитетным изданиям? Вот есть прослойка людей, которые недовольны вообще всем, которые не верят властью в первую очередь, поэтому они наиболее активны, и распространение вот этой фейки информации в первую очередь мы видим, конечно, от них, при том, что они готовы бороться без разницы с чем, с летающими тарелками, с чипированием, с вышками 5G, при том, что в любом обществе есть вот та часть легко сдушаемых людей. Люди, как правило, боятся что-то менять. Вот поставить прививку, это же надо там записаться, сходить, сделать, да, это нечто, что не свойственно делать каждый день, привыкли, да, и поэтому большая часть людей еще говорят, да, ну, обойдется, да, ну, зачем, да, вот, как бы, может быть, когда-нибудь потом. Ну, и вот третий феномен, даже в том же вот интернете, да, это все равно массовое сознание, там есть толпа, и вот есть действительно хорошее изречение, вот каждый по себе академик, он умный, а если они собрались в толпу, у них общий IQ суммируется и делится на два, и они превращаются в штату баранов. И вот здесь вот этот феномен массового сознания, он как раз подхватывается, ведь зачем читать что-то серьезное, научное разбираться, когда можно, вау, красивая картинка, тут у нас оказывается какие-то чипы попадут. Вот та ситуация, которая возникла вот с этими сейчас штампами Дельта, Дельта плюс, индийский, да, власти вынуждены были, ну, где-то начинать поддавливать, потому что локдаун еще хуже, при том, что вот даже последние сейчас соцопросы, если у жителей спрашивают, а локдаун закрыть все, или вот виски в вакцинацию, люди все-таки думают выбирают в вакцинацию, потому что все понимают, что там большой локдаун, тяжело и плохо всем. И здесь, конечно, при том, что, опять же, если посмотреть, да, ну, много болезней были побеждены именно вакциной. Господа, ну, вот достаточно те болезни, которые когда-то выкашивали страны. И здесь, вот, необходимо понять, что, ставя прививку, ты себе заботишься, да, в первую очередь о себе, но и ты еще помогаешь всем остальным. Ведь если сейчас у нас опять под 200, да, у нас начало волны, мы же с опозданием от Европы, там, от европейской части живем, и может так случиться, что мы в июле опять увидим переполненный госпиталь и открытие там новых ковидариев. И к другой теме. Эта неделя запомнилась нам еще и рядом изменений, которые так или иначе затрагивают всех жителей региона. Подробнее расскажет Анастасия Бертенева. С 1 июля жителей Алтайского края ждет очередное повышение тарифов. Какие еще новшества вступят в силу, расскажем далее. В среднем плата за коммунальные услуги для жителей Алтайского края вырастет на 2,4%. А вот для барнаульцев, проживающих в пригороде Центрального района и Селенова Михайловка, коммуналка будет выше предельного уровня. Однако часть выплат могут возместить по заявлению граждан. До 1 июля банки региона должны были завершить перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы МИР. Однако пользоваться старым пластиком виза и мастер-карт можно будет до 1 октября. При этом у пенсионеров остается право получать пенсию по старинке через почтовое отделение. Также на этой неделе изменился порядок выплат пособий беременным. Ежемесячную помощь будут получать женщины, вставшие на учет на ранних сроках, если их доход ниже прожиточного минимума. Выплаты составят почти 6 тысяч рублей вместо прежних 800. К слову, теперь пособиями будет заниматься пенсионный фонд. И плохая новость для курильщиков. В этот четверг во всех магазинах страны перестали продавать сигареты стоимостью менее 108 рублей за пачку. Связано это с ростом акцизов на табачную продукцию на 20%. Речь идет о единой минимальной цене на сигареты. Сегодня уже нельзя купить пачку сигарет дешевле 108 рублей. Все, что ниже, теперь запрещено на основании федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма. Новое правило будет действовать пока в качестве эксперимента до 31 декабря этого года. И вообще не исключено, что далее его продлят. Ведь Россия по-прежнему остается одной из самых курящих стран в мире. Среди жителей России 34 миллиона курильщики. Логика, чем дороже стоят сигареты, тем меньше их покупают. По мнению депутатов, некоторые меры уже повлияли на снижение числа курящих в России. Например, закрытые витрины с сигаретами, запрет курения в определенных местах. И хотя, по мнению экспертов, цена за одну упаковку сигарет в России остается одной из самых низких в мире, все же постепенно рост цены может отбить желание подымить. Одно из самых важных и неожиданных событий этой недели – в Первомайском районе все-таки не будут строить мусорный полигон. Речь идет о так называемом эко-технопарке, в котором должны были сортировать, перерабатывать отходы. Как только возможный проект только начали обсуждать, по району прокатилась волна негодования от местных жителей. Свалки нет! Свалки нет! Свалки нет! Свалки нет! Их все-таки услышали. Жители Березовки, похоже, вздохнули с облегчением. Рядом с их домами хотели построить мусорный кластер с сортировкой и переработкой отходов. Как только появилась новость о возможном строительстве эко-технопарка, люди забили тревогу. Местные боятся, что полигон может загрязнить их земли, реку, боятся зловония. Это не заброшенные земли. Рядом земля пашется, сеется. Рядом сеются злаковые. Сейчас там растет картошка. И вот эта картошка пойдет в небезызвестные сети торговые. По информации инвестора, земельный участок в Первомайском районе соответствует требованиям санитарного и природоохранного законодательства. И несмотря на то, что говорить о возведении объекта было рано, жители начали экстренно собирать подписи к губернатору. Сегодня проблемы обсудили в правительстве края. Решение принято окончательное. Строить экотехнопарк в Первомайском районе не будут. Решение о строительстве таких объектов, о переводе земель сельхозназначения в категории земель под строительство промышленных объектов рассматривается всегда на заседании рабочей группы, в котором участвуют несколько управлений и министерств. Взвешиваются все «за» и «против». При этом обязательно учитывается мнение населения. Вот только по данным Росприроднадзора резерва Барнаульского полигона хватит всего на два года. Экотехнопарк в Первомайском районе мог решить эту проблему. А пока мусорный вопрос остается открытым. Ирина Корчагина, День с толком. В Барнауле на неделе уже начали готовиться к зиме. На подготовку к отопительному сезону в Барнауле потратят более двух миллиардов рублей. Это общая сумма всех ремонтных работ. За лето в городе обновят 30 километров трубопроводов, отремонтируют 25 центральных тепловых пунктов, проведут реконструкцию двух котельных и не только. Подробнее в сюжете. За последние пять лет на этом участке произошло восемь повреждений. И это на себе постоянно ощущали соседние жилые дома, образовательные и медучреждения. Улица Диповская. Трубопровод здесь проложили еще в 64-м году. Долгожданный капитальный ремонт начали в мае. Тепловые сети на этом объекте проходят под трамвайными путями, что усложняет работу. Но уже к 7 августа ремонт завершат. И это лишь один из участков в городе, который попал под реконструкцию. В этом году ремонту, реконструкции, модернизации подлежит 30 километров тепловых сетей. В ремонтную программу мы заменим 18 километров, по инвестиционной программе 12 километров. На это планируем потратить 1,3 миллиарда рублей. Мы контролируем не только сроки, качество, но и работаем с жителями, разъясняем, что необходимо немного потерпеть. Есть определенные неудобства, но сегодняшняя работа по восстановлению магистральных и иных сетей, она, конечно, позволит городскому хозяйству в зимний период переносить те проблемы, которые были ранее, и вообще, может быть, даже исключить это и отключение, и порывы. И действительно, например, этот участок, по словам специалистов, не должен преподносить какие-то сюрпризы на протяжении 30 лет. Кстати, параллельно с ремонтом тепловых сетей энергетики сейчас проводят гидравлические испытания. Впервые они проходят по новой схеме, поэтапно, по магистралям. Сроки отключения горячей воды, как могли заметить барнаульцы, в этом году сокращены. Я считаю, что город Барнаул отопительный сезон, назовем его 20-21 года, прошел достойно. Нам необходимо с вами 15 сентября приступить к отопительному сезону. У нас с Александром более 120 объектов, по-моему, 117 объектов, и уже на 50% они сегодня приступили к работам. Я не надеюсь, я уверен, что работы будут эти исполнены. Добавим, что последний этап гидравлических испытаний по контуру барнаульской ТЭЦ-3 начался накануне, 28 июня. К испытаниям по контуру ТЭЦ-2 специалисты приступят 19 июля. Анастасия Бертенева, День с толком. Барнаулец едва не сгнил в больнице. Ужасная новость появилась на этой неделе, как только мужчину выписали. Он провел в больнице месяц с подозрением на пневмонию, однако вернулся домой с многочисленными пролежнями. Жена пациента бьет тревогу, ведь в такой ситуации может оказаться любой человек. Знаете, что мне сказали? А вы его что, умирать привезли? Я закричала в трубку. В начале прошлого года Сергей внезапно стал инвалидом первой группы. У мужчины в 57 лет произошел инсульт. Болезнь приковала к кровати. Питание через зонт, дыхание через страхиостому. За полтора года Сергей достиг успехов. Мог сидеть, разговаривать и даже шутить. Но, как и тогда, все изменил один день. В конце мая скорая увезла мужчину с подозрением на пневмонию. В пятой горбольнице мужчина провел месяц. За это время ему провели пять ПЦР-тестов на ковид. Все они были отрицательными. Зато вот уже при выписке у Сергея, по словам его жены, была температура. Помимо прочего, во время лечения, также, по словам жены, ему занесли инфекцию, когда вставляли катетер. Но даже это оказалось не самым страшным. Мы когда домой приехали и увидели это, дочь упала в обморок. Потому что там страшно. Там яма, яма до костей. И насчитали девять пролежней, девять. Вот эта желтизна въелась. Это значит, он сходил, а его не знаю, когда, в какое время, его помыли. Это вообще, получается, к человеку не подходило. Пролежни на ушах, пятках, спине, до самых костей. Все это, по сути, некроз мягких тканей, который может привести к летальному исходу. Чтобы избежать пролежней, человека нужно часто переворачивать, следить за гигиеной. Может быть, в больничных условиях медсестры не могут уделить одному пациенту столько внимания. Но Марина предложила сразу, она может лечь в больницу вместе с мужем. Я готова лечь в больницу, буду лежать, не выходить оттуда. Я буду ему помогать и даже вашим буду помогать. На что мне было отвечено, что в связи с ковидным не получится положить вас. Семье обидно, что все их старания просто обнулили. Весь прогресс. Врачи уже сказали, скорее всего, Сергей больше никогда не сядет. Мы отправили запрос в Минздрав Края, чтобы выяснить, как в больнице обращается с другими пациентами. По нашей информации, служебная проверка уже началась. Мы будем следить за этой историей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. И к другой теме. В Солонешинском районе вновь назревает конфликт на теме золота и экологии. Жители собирают подписи за то, чтобы с их земли ушли золотодобытчики. Инвесторам не рады после истории с раскопкой реки Ануи в 2019-м. А сейчас уже под другим названием предприятие заходит на новый участок прямо у центра муниципалитета. Анастасия Дороган продолжит. Техника старателей ждет своего часа. Замедленная бомба всего в нескольких километрах от центра туристического района, рядом с новым участком золотодобычи. нам еще нужно получить от лесфонда разрешение, там подпись одну надо. А остальное у нас практически все готово. Как получаем подпись, мы пошли работать. Эта компания планирует перевернуть 12 километров реки Солонешко. Предположительный объем золота, который здесь можно добыть, назвать не смогли, но подчеркнули, что самой высшей пробы три девятки. Жители рассуждают другими категориями. Та сторона у нас Алтайский район, Белокуриха. Здесь проходят миграционные пути Касули в сторону Солонешинского района и далее. Весной при таянии снега в первую очередь оттаивают южные склоны. А когда южные склоны оттаивают, значит появляется зеленая трава, которая для животных весной – это самое лакомство. Хата бобра, натасканные палочки, его пути, движения. Также здесь видно свежие вылазы бобриные. Вот здесь характерно видать примятая трава. Ну, сегодня, наверное, может быть, вчера вечером. Бобры в основном любят по вечерам. То есть, солнышко пригреет, и они вылазят и строят себе хаты. Еще здесь живут зайцы. Александр боится, что после экскаваторных работ зайчата не выживут. Касули могут покинуть местность, испугавшись шума, а краснокнижные растения исчезнуть, как это случилось после добычи на реке Ануи в село Топольное. К слову, в 2019-м, под давлением экологов и ученых, суд запретил фирме вести работы на Ануи. Сменив юридическое название, компания вновь поднимает ковш уже на другую реку – Солонежко. Да никто нам там не запретил. Просто мы выкопали там все. Взяли немного, где-то 30 с лишним килограмм всего. А оно того стоило? Это же очень мало в масштабах золотодобычи. Ну да, стоит. Оправдывает маленько-то. Суд обязал фирму провести рекультивацию. В идеале после нее местность должна выглядеть почти так же, что и до вмешательства. Только прежняя эта территория станет через десятки лет. Как нам объяснил представитель компании золотодобытчика, часть вырытого камня вывезли. Его использовали для отсыпки моста или дороги. А насыпную землю выровняли и на этом месте высадили 8,5 тысяч саженцев сосны. Но сделали не это. В самом конце участка, что ближе к деревне. А дальше, как было, так и есть. Лицензия у нас. Все. Мы имеем право полное. Суд там из-за рекультивации что-то там не то было нам запретил. А ну мы сейчас рекультивацию делаем. Завтра я тоже туда погоню технику. Там немного надо будет доделать еще. Будет уничтожено и вскрыт плодородный слой, который потом не будет восстановлен ни в каком объеме. Урон будет нанесен колоссальный. По словам золотодобытчиков, после них на реку вернулись бобры, утки, цапли, рыба. Ущерба природе не признают. Взамен, говорят, обеспечат район рабочими местами. Если под Топольным трудилось 40 человек, в этот раз понадобится 140 экскаваторщики, бульдозеристы. Нам обещают поступление в местный бюджет, но по опыту знаем, что более 10-11 тысяч этого не будет. В год? Это вообще смешно. Это смешно. Это даже не смешно. Это горько и обидно. Разрушить природу ничего не восполнить. Мы сейчас не будем делать вывода о том, насколько сегодняшний заход на эту площадку организации правомерно. Пусть разбирается компетентный орган, но моя задача, как депутата, к которому обратились люди, актив районный совет депутатов, коллеги из района, поставить в известность губернатора. Попросить прокуратуру провести проверку природоохранного законодательства и сделать свои выводы. Люди уже собрали 600 подписей против и не собираются сдаваться. Говорят, остановить варварство гораздо большего, чем в прошлый раз, масштаба от 12 километров вместо трех. Вопрос с принципа. Правда, лицензия компании выдана на 53 километра вдоль рек Солонешинского района. Как фирме могли разрешить проводить работы на такой уникальной природной территории – большой вопрос, который мы намерены адресовать в Роснедр. Жители боятся, как бы им не пришлось отстаивать весь район. Анастасия Дороган, Алексей Фризин, День с толком. В Алдайском крае объявили штормовое предупреждение из-за жары. По информации МЧС, температура воздуха в регионе будет достигать плюс 35 градусов. По прогнозам спасателей, не исключены кратковременные дожди с грозами. В такую погоду особое внимание следует уделить здоровью. В первую очередь это касается людей с хроническими заболеваниями и пожилых. Медики советуют сократить время пребывания на улице в жаркие часы, соблюдать режим питания, пить больше воды и отказаться от вредных привычек. И вот как раз в такую погоду тянет на отдых к воде. К слову, несанкционированные пляжи становятся все грязнее и опаснее. Тем не менее, наша съемочная группа нашла на народном месте купания больше людей, чем на официальном городском. Почему барнаулицы предпочитают дикие пляжи муниципальному и что об этом думают специалисты, смотрите в сюжете. Воду пока совсем не назвать теплой. Несмотря на это, городской пляж официально открыт, работает давно, принимает всех желающих. Самое главное, здесь чисто, безопасно и несмотря на это. Почему-то многие предпочитают пляжи несанкционированные, которые проверяющие органы называют опасными для жизни. Почему и хотим понять. В барнаули около 20 несанкционированных мест для купания. На них с рейдами периодически бывают сотрудники МЧС и других проверяющих служб. Они, в отличие от официального городского пляжа, таят в себе множество опасностей и на них, конечно, нет квалифицированных спасателей. Потому что в основном тонут люди, которые в алкогольном опьянении и дети. Людей в алкогольном опьянении мы выводим. У нас есть патрулирует охрана. Если они не сопротивляются, мы подходим к охране. Она уже делает свое дело. И детей мы тоже смотрим, чтобы дети до 18 лет переходили со взрослыми. У спасателей есть инструкции. Они действуют на опережение. Поэтому когда за несколько последних лет приходилось доставать из воды тонущего, здесь припомнить не могут. А вот на диких пляжах все иначе. В прошлом году от утоплений всего погибло 18 несовершеннолетних. От дорожно-транспортных происшествий 12. У нас второй год подряд происходит увеличение числа детей, утонувших в естественных водоемах. Но дикие пляжи несут не только опасность смерти, есть неприятности и поменьше. Среди всех несанкционированных вот этот пляж один из самых любимых. Здесь, кстати, не должно стоять контейнер, а его все равно поставили, потому что люди бросают мусор. И несмотря на то, что он стоит, его продолжают бросать вокруг него, поэтому здесь любят не только купаться, но и проводить субботники. Видимо, здесь субботник недавно прошел. Как показывает практика, эффекта хватает ненадолго. посетители пляжа подтверждают. Итого, в сухом остатке платные или муниципальные пляжи позволяют вам не пополнить статистику утонувших и не испортят впечатление мусором. Андрей Дреер, Александр Антропов, День с толком. Такой мы запомнили эту неделю. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях, а через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания Эволар. До встречи в эфире. Хороших выходных!